Ни один автовладелец не застрахован от намеренных повреждений своего авто хулиганами или от аварий на дороге. Попав в такие неприятные ситуации, каждый хочет возместить ущерб, причиненный своему железному коню. Но немногие знают, как правильно оценить стоимость ремонта и восстановления транспортного средства. Для этого существует автотовароведческая экспертиза. Несмотря на то, что транспортное средство, чаще всего это автомобиль, давно перестал быть роскошью, для большинства автовладельцев повреждение автомобиля приносит большие страдания и переживания. Конечно же, речь идет не только о причинении морального вреда. Чаще всего речь идет о значительном материальном вреде, который причиняется транспортному средству. Именно за вопросом оценки стоимости причиненного вреда автомобилю, чаще всего в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области обращаются за проведением автотовароведческой экспертизы. Это не весь перечень решаемых вопросов. Наиболее распространенными вопросами, которые ставятся перед экспертом автотовароведом, являются вопросы по определению стоимости транспортных средств, их частей, вопросы по определению размера вреда причиненного транспортному средству в результате его повреждения, либо ДТП, а также вопросы по идентификации частей транспортных средств, также и еще встречаются вопросы по определению качества выполненного ремонтных работ. Автотовароведческая экспертиза – это возможность оценить внешний вид транспортного средства и наиболее вероятную цену для передачи в собственность или продажи другому владельцу. Одно из направлений данной процедуры – это оценка состояния и стоимости автомобиля после ДТП, а также оценка денежного ущерба, нанесенного транспортному средству в результате аварии. Подтверждение тому недавний случай, когда к нам обратился житель Брестской области за установлением размера вреда, причиненного его грузовику в результате дорожно-транспортного происшествия. Водитель, виновный в ДТП, считал, что владелец транспортного средства выставил уже очень большую сумму за восстановление этого грузовика. По результатам проведения автотовароведческой экспертизы установлена объективная реальная стоимость повреждения транспортного средства. Имеющееся оборудование в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области специализированное лицензионное программное обеспечение позволяет на высоком качественном уровне проводить автотовароведческие экспертизы. По результатам всестороннего объективного исследования составляется заключение эксперта, которое является весомым доказательством и может быть применено в суде для отстаивания своих прав и законных интересов. При определении размера вреда экспертам устанавливается характер и степень повреждения. На основании этого устанавливается технология ремонтно-восстановительных работ, от которой уже зависит конечная стоимость ремонта. Часто автовладелец не согласен с низкой суммой, в которой эксперты оценили нанесенный ущерб. Но в этом деле есть много нюансов, на которые обращают внимание специалисты. Это зачастую связано с тем, что на автомобиле до повреждения имелись какие-либо дефекты эксплуатации. К примеру, повредили человеку на автомобиле ветровое стекло. На стекле образовалась трещина в левой части. В ходе осмотра эксперт устанавливает, что на данном стекле до повреждения уже имелся дефект в виде трещин в правой части. И при определении размера вреда данный дефект будет учитываться, что в конечном итоге повлияет на стоимость ремонта. Аналогично и схема экспертной оценки поврежденных шин. Если хулиганы порезали колесо, то специалист исследует его изношенность, прежде чем выставить сумму нанесенного ущерба. И это не весь список вопросов, на которые отвечает автотовароведческая экспертиза. Имеющееся оборудование и опыт наших экспертов позволяет установить оригинальность узлов и агрегатов, установленных на авторанспортное средство, а также лакокрасочное покрытие. Подвергалось ли оно перекраске, изменению, была ли машина бита, установлены ли подушки заводские на рулевое колесо, подушки безопасности. И многие другие вопросы, которые интересуют владельцев, в частности при покупке бывшего в употреблении транспортного средства. Несмотря на то, что для большинства автовладельцев их машины стали родными и близкими сердцу, необходимо помнить, это всего лишь автомобиль, в случае порчи которого есть цивилизованные способы разрешения спорных моментов. Один из них – автотовароведческая экспертиза. Мирослава Коваленко, Павел Малышонок, телекомпания БУК-ТВ.